Всем привет! В эфире Матрица, первая в Центральной Азии молодежная программа, рассказывающая об интернет-сервисах, гаджетах и людях, которые все это придумывают и используют. В студии Алена Цихоцкая и Данияр Даутов. Смотрите сегодня в программе. Виртуальная война в реальном мире. Вы еще не знаете, что вас взяли в плен. Алена Цихоцкая расскажет, как оттуда вырваться и самому стать захватчиком. Программы, скрипты и тайные кнопки. В секретах социальных сетей разбирался Олег Болдырев. Жалуетесь на свою память? Добавьте себе внешнюю. Евгения Савенкова о том, как организовать свою жизнь с помощью Эверноут. Даник, я тебе там смс-ку прислал. Ты уже посмотрел? Нет, смотрел, не слышал даже. Ну-ка, ну-ка, давай. Ух ты, слушай, духи какие у тебя. Молодец. А что смс-ка пустая? Это не пустая смс-ка. И это не мои новые духи. Это просто новая возможность от Офон отправлять запахи с помощью смс-сообщений. От чего? От Офон. Ты, по-моему, название перепутала, нет? Ничего я не перепутала. И сейчас об этом и многом другом расскажу в свежем выпуске «Матричных новостей». И мы начинаем. В Гарвардском университете разработали уникальное устройство Офон. Это компактный гаджет для передачи запахов по телефону при помощи встроенных химических картриджей. Они используются для воспроизведения различных запахов. К примеру, аромата кофе, цветов или свежеприготовленной выпечки. Всего устройства способны генерировать около 320 запахов. В перспективе их количество будет только увеличиваться. Аксессуар подключается к смартфону или планшету посредством беспроводной связи Bluetooth и работает с помощью специального мобильного приложения. Интерактивный проект для автовладельцев создан в Узбекистане. В Узнете запускается новый сайт автоточки.юзет. Это уникальная база данных со всеми автоуслугами Узбекистана. Автосалоны, автомастерские, автомойки, нотариальные конторы, автошколы, места парковки, АЗС и страховые компании. С помощью карты сайта можно найти практически все организации, которые оказывают автоуслуги в Узбекистане. Кроме того, на ресурсе можно общаться на интересующие автомобильные темы, задавать вопросы, получать советы, делиться своим опытом, рассказывать об интересных случаях на дорогах и читать мировые автоновости. В Казахстане создали социальную сеть для тюркских народов. Тюркелер.ком – это тематический портал о тюркоязычных народах. Здесь можно найти полезные материалы об истории тюркских народов, а также познакомиться с людьми из разных стран. Зарегистрированные пользователи смогут создавать свои сообщества – улусы, обмениваться фотографиями и видеороликами и находить полезные материалы по истории тюркских народов. Причем онлайн-сервис для общения людей будет объединен с информационной базой о тюрках. Ученые разработали книгу, которая душит и греет читателя. Студенты Массачусетского технологического института создали «живую книжку», которая заставляет читателя физически сопереживать эмоциям героев. Для этого в саму книгу встроены датчики и приводы, которые соединяются с жилетом, надеваемым на читателя. Например, если главный герой книги оказывается в опасной ситуации, жилет начнет сжиматься. Если по сюжету происходят какие-то печальные события, на обложке включаются 150 светодиодов. Когда нужно волноваться, жилет начнет вибрировать, а когда смущаться, нагревается. Ну а все самые свежие новости вы также можете найти на наших страницах в социальных сетях. Ну и, конечно, на наших новых сайтах. matrixdefis.tv в Таджикистане и matrixdefis.com в Узбекистане. Так, кто-то в Твиттере перестал меня читать. Знать бы еще кто это. А зачем тебе это знать? Ну как, я тогда тоже его больше не буду читать, а то как-то нечестно получается. А мне вот интересно знать, кто в ВКонтакте заходил на мою страницу. А то в мире есть раздел, кто тебя посещал, а ВКонтакте нет. А это тебе зачем? Ну как зачем? Интересно же, кто твой поклонник и кому твоя личная жизнь покоя не дает. Ты знаешь, важнее, почему твоя же личная жизнь покоя не дает. Ну и это тоже. В общем, столько всего неизвестного. Ты знаешь, я думаю, что сейчас Олег Болдырев нам, пусть не все, но все же некоторые секреты соцсети раскроет. И я узнаю всех своих поклонников. Ну, все возможно. Предлагаю все узнать подробно. Представим, что социальная сеть — это скамейка. На ней заводят новые знакомства, читают книги, слушают музыку, ссорятся. Но иногда на виртуальной лавочке происходят совершенно непонятные вещи. Например, рядом с человеком появляется его точная копия. В сети таких клонов называют фейками или ботами, поддельными страницами. Основная задача такой страницы — убедить другого пользователя в том, что это реальный человек. Но вот только поведение в соцсетях людей и их фейков различается. Последние могут сильно испортить вам репутацию. О, Олег, привет, как дела? А ты? Купила мазь для похудения? Олег, что с тобой? Ты что? Секрет первый — как выявить фейка. В Фейсбуке и ВКонтакте можно распознать фейка по нескольким признакам. Например, по количеству друзей. У реальных людей их около 100, а у ботов более 700. Кроме того, абсолютное большинство фейков имеют странные женские имена и фамилии. Например, а у Рика Антоненко, которая Катерина Глюзик в другом лице. В среднем у одного бота на одну фотографию где-то 130-135 тегов на одну фотографию. В то время как у нормального человека один тег на четыре фотографии. Помогут выявить фейков и специальные программы. С помощью сервиса Тинай можно отследить первоисточник фотографии, а заодно посмотреть, где она еще публиковалась. Или можно воспользоваться виртуальной ищейкой — сайтом people.com, который поможет найти пользователя по его имени, номеру телефона или адресу электронной почты. Ну или можно поступить еще проще — перенести фотографии в Google Фото, и он вам покажет всех людей с одинаковыми аватарками. Между тем, если кому-то неудобно постоянно прыгать по страничкам в соцсетях, можно объединить их в один аккаунт. Секрет второй — как связать аккаунты Facebook и ВКонтакте. Аудитория этих социальных сетей разная, не говоря уже о загружаемом контенте и предпочтении пользователей. В ВКонтакте, в отличие от Facebook, в основном молодая аудитория, так как там больше развлекательного контента. Ну и кроме развлекательного контента, там можно даже и чему-то научиться. Синхронизировать аккаунты разных социальных сетей можно вручную. Для этого заходим в редактирование страницы, кликаем на вкладку «Контакты», далее «Интеграция с другими сервисами», выбираем в Facebook «Настроить экспорт» и нажимаем «Ок». В социальных сетях на всеобщее обозрение выкладываются порой не совсем приличные фотографии. Сегодня они кажутся веселыми и безобидными, но, возможно, через некоторое время вам станет за них стыдно. Секрет третий — как полностью удалить аккаунт в соцсетях. После удаления аккаунта ВКонтакте, его можно будет восстановить еще в течение 7 месяцев. И после истечения этого срока, якобы, все данные с серверов будут уничтожены. Но это не так. Чтобы ВКонтакте полностью удалил ваши персональные данные, нужно связаться с компанией, выслать им заявление на удаление с личной подписью и копию вашего паспорта. Если вы захотите удалить свой аккаунт в Facebook, то вам нужно будет написать письмо в команду Facebook, и они удалят ваш аккаунт. Они могут удалить его полностью или заблокировать для посещения других людей, но его можно будет потом восстановить через какое-то время. Все зависит от того, что ты укажешь в письме техподдержку. Обо всех секретах социальных сетей за один раз не расскажешь. Ну хотя бы не придется переживать за свои студенческие фотографии. Все-таки их можно удалить. Эй, что вы там смотрите? Эй, откуда вы это взяли? Ну-ка отдайте. Отдайте. Так, слушай, Ален, помнишь, ты мне говорила, где шарики гелевые заказать можно? А, уже? Да-да-да. Так, вот адрес. Записывай. Так, гомена. Записал? Записал. А рецепт ты мне еще диктовала. Необычный. Рецепт? С каких это пор ты готовишь? Я просто решил свою девушку удивить. Сделать такой романтический вечер. Ммм, похвально. Ну ладно. Вот она, рецепт. Так, я... Подожди, а я не понял. Ты что, всю информацию в телефоне хранишь, что ли? Если он сломается, потеряется у тебя? Да, Ник, это твоя бумажка скорее. Порвется или потеряется. А я эту информацию могу на любом устройстве получить. Хоть на телефоне, хоть на планшете, хоть в браузере. Это же Evernote. Да? В принципе, я тоже им пользуюсь, но просто как записной книжкой. Ну, даже не знал, что такие нюансы есть. Тогда смотри сюжет Евгении Савенковой. Она сейчас все на пальцах расскажет и покажет. Говорят, лень двигатель прогресса. Для того, чтобы облегчить нашу жизнь, постоянно выходят новые гаджеты, утилиты и программы. Но и ими нужно уметь пользоваться. Сегодня я расскажу, как Evernote помог организовать мою жизнь. Evernote – это цифровой блокнот, который, по сути, является вашей внешней памятью. Эта программа удобна, потому что вся информация доступна с любого устройства – планшета, телефона или компьютера. Лишь бы был интернет. А скачать программу можно на сайте evernote.com или в магазине приложений вашего гаджета. Составлять свои заметки, списки дел и покупок можно так. А можно так. Составить план на день или список продуктов для магазина с помощью Evernote очень просто. Создаем заметку и пишем перечень дел или вещей, которые вам нужно сделать или купить. Помимо простого текста, к каждому пункту можно добавить маркер, в котором вы будете отмечать то, что сделали, или наоборот, не сделали. Еще с заметкой легко поделиться. Добавить в социальную сеть, отправить по почте или открыть доступ к блокноту знакомым. Всегда иметь при себе документы и визитки легко. Нужно просто носить их с собой. Вот так. А можно так. Для того, чтобы отсканировать документы в Evernote, нужно в новой заметке нажать на иконку с фотоаппаратом. Далее выбрать подходящий вам вариант съемки. Для документов – камеру для документов, а для визиток – камеру в Post-it. В каждой визитке можно добавить голосовой или текстовый комментарий. Для того, чтобы проще было разбираться в заметках, в меню выбираем пункт «Метки». У меня все визитки отсортированы. Например, в меню Evernote, в пункте «Метки», я вписываю «Визитки салон красоты». Тогда блокнот выдаст мне все записи с этой меткой. Вспоминать пароли от малоизвестных сайтов можно так, а можно так. Многие со мной не согласятся. Пароли можно записывать в обычный блокнот или на лист бумаги. Но ваши записи не всегда у вас под рукой. Например, вы оставили блокнот на работе или дома. И не обязательно это пароль от социальной сети. А, к примеру, код дверного замка двоюродной тетушки. Или код вашей банковской карты. А для того, чтобы сохраненными паролями могли воспользоваться только вы, можно придумать специальный шифр. К примеру, записывать их в заметку задом наперед, ну или еще как-то. Хранить кулинарные рецепты можно так, а можно так. А для того, чтобы было удобно хранить все рецепты в Эверноуте, нужно скачать приложение Evernote Food. Приложение уже содержит неплохую кулинарную базу. Также вы можете записывать и свои рецепты. Для того, чтобы сохранять заметки с компьютера сразу в блокнот, необходимо установить приложение для вашего браузера – Clipper. Сделать это можно также на официальном сайте. Еще одна фишка от Evernote Food. Он подскажет, какие рестораны и кафе есть недалеко от вас. Напоминать о предстоящих встречах можно так. А можно так. Создавать напоминания в Эверноуте несложно. Это такая же обычная заметка. А для того, чтобы включить напоминание о ней, необходимо нажать на иконку с будильником. Откроется окно, в котором нужно выбрать дату и время. А для того, чтобы поделиться предстоящими событиями с друзьями, под уже готовой заметкой нажимаем на значок «Поделиться». Выбираем подходящий вам вариант. А еще у Evernote есть дополнение «Hello». С его помощью легко можно запомнить новых знакомых и даже находить их страницы в социальных сетях. Нахамил охранник в магазине «Захвати торговую точку». Родители вызвали в школу «Прибери учебное заведение к рукам». Начальник льет мозг, теперь это твоя организация. Ален, это что за план по порабощению мира? А это не план, это я читаю аннотацию к новой онлайн-игре. Ну, как онлайн. Задания ты получаешь виртуально, а вот выполняешь их в реальной жизни. Не понял, это как? А вот, оказывается, планету нашу уже давно поделили зеленые и синие захватчики из виртуальной игры. И нас захватили? И нас. Но если тебе не хочется об этом думать, то просто захвати все сам. Как? Я с удовольствием. А вот бери пример с героя нашего следующего сюжета. Он уже вовсю распоряжается нашим городом. Знакомьтесь, это Виталий Токарев, житель города Алматы. На вид обычный человек. И кто бы мог подумать, что этот обычный человек на самом деле захватил уже половину города. На земле есть две противоборствующие силы. Они незаметны обычным людям, но борются между собой достаточно ожесточенно. Это не сценарий очередного боевика. Эти события происходят в онлайн-игре «Ингресс». Здесь два противоборствующих лагеря захватывают территории, тем самым овладевая умами людей, живущих на них. Основная задача обоих фракций – это получить максимальный контроль над умами простых жителей планеты Земля. По легенде игры, среди захватчиков есть просвещенные, которые отображаются на карте зеленым цветом, и защитники, которые обозначаются синим. Просвещенные попали под влияние внеземных сил, которые хотят подготовить людей к общению с внеземными цивилизациями. А защитники считают, что люди при этом потеряют свою индивидуальность и пытаются этого не допустить. Я вступил во фракцию синих защитников, потому что на тот момент, когда я начал играть в эту игру, перед самым началом я посмотрел расстановку сил в нашем регионе и увидел, что зеленых игроков ощутимо больше почти на порядок, чем синих. По зрелому размышлению решил, что, наверное, все-таки стоит вступить на слабую сторону. И попробовать защитить индивидуальность людей от всеобъемлющей силы внеземных захватчиков. Для того, чтобы захватить определенную территорию, необходимо установить на ней силовое поле. Для этого надо поставить порталы и соединить их линиями. Если же портал уже захвачен противниками, его надо разрушать. Поля состоят из треугольников, накрывающих какую-то область, какую-то территорию. То есть, соединив линиями три портала между собой, строится поле. И то население, которое проживает под этим полем, оно считается под влиянием той фракции, которая это поле построила. То есть, либо синий, либо зеленый. Но если вы думаете, что это просто очередная игра, где главная войнушка, ошибаетесь. Вся фишка в том, что, играя в нее, вам необходимо передвигаться по городу, а не сидеть за компьютером сутками напролет. Но в чем прелесть этой игры, в чем, почему именно выбрал я ее, в том, что она заставляет не только передвигаться, то есть, она очень полезна как бы для здоровья, потому что для того, чтобы захватывать порталы, строить поля, строить линки, необходимо передвигаться по городу. Виталий днем работает, поэтому играет в основном по вечерам и выходным. Но даже в обеденный перерыв не упускает времени прогуляться недалеко от работы и разрушить чей-нибудь портал. У меня прямо рядом с офисом есть один портал. Здесь вот, а в этом районе есть еще, получается, еще четыре портала. Вот, поэтому, когда у меня есть перерыв, есть свободное время, я выхожу, чтобы прогуляться и, соответственно, пользуюсь этим временем в своих игровых целях. И даже во время съемок Виталий не смог удержаться, чтобы не разрушить портал, находящийся рядом. А сейчас мы попробуем захватить портал вот этот вот. Он называется Apple Town. Вот он, этот портал. Давайте его разрушим. Все. Все резонаторы установлены. Портал стал синим. Благодаря Ингресс человек также изучает историю и достопримечательности своего города. Дело в том, что порталами являются памятники, скульптуры, мемориальные доски и многие другие интересные места. В одном из дворов, только благодаря Ингресс я увидел, что там располагается очень симпатичный дворик с стоящей в нем статуей женщины и мостик, построенный над прудом. Если я правильно понимаю, это как бы своего рода символика для влюбленных. То есть это место располагается в центре города, внутри дворов, внутри дворового дворика. И без Ингресса я бы, собственно, никогда не зашел туда и не увидел эту красоту. Если вы знаете какое-то памятное или просто красивое место, можете создать собственный портал. Я тоже создал несколько порталов. Необходимо сделать фотографию того места, которое хочется обозначить порталом и ввести краткое описание. В течение нескольких недель модераторы Google рассмотрят его и в случае одобрения он появится на карте. За это вы получите неплохую награду. За создание портала Google дает там, насколько я помню, 500 очков. То есть это тоже своего рода средство зарабатывания. Причем сейчас попасть в игру намного проще, чем раньше. С декабря 2013 года вы сможете войти в нее без приглашения, просто зарегистрировавшись в приложении. Правда, приложение пока можно скачать только для Android-смартфона. Соответственно, для того, чтобы начать игру, достаточно иметь Android-смартфон, учетную запись Google и желание играть. Так что бросайте свои старые и скучные видеоигры и идите покорять свой город. И для здоровья полезно, и приключения в жизнь добавятся. Друзья, все вы наверняка с удовольствием следите за нашей рубрикой «Овальный интернет». В ней дети решают сложные задачи и отвечают на непростые вопросы, связанные с новыми технологиями. И в этот раз наши детишки рассуждали на тему «Зачем холодильнику интернет?» Ну, поняла. Зачем холодильнику интернет? А ты детей послушай, они тебе сейчас все подробно объяснят. Всем привет! С вами рубрика «Овальный интернет» и я ее ведущая Вилана Дочебекова. Сегодня интернет ходит за нами повсюду. Такое ощущение, что не мы его ищем, а он сам нас находит. Он и в мобильниках, и в компьютерах, и в телевизорах, а теперь еще и в холодильник забрался. Да, будь у меня такой холодильник, я бы и сама там жила. И покушать можно, и в интернете посидеть. Ребята, а как вы думаете, зачем холодильнику интернет? Так думаю, холодильнику нужен интернет для того, чтобы он мог сообщать владельцу, кончились ли там продукты или испортились. А еще было бы хорошо, чтобы он мог сам покупать еду в супермаркетах через интернет. За ТМС-бойники. Тотик Самулаев побеждать. Когда он уходит, он из воздуха превращает в еду. То, когда он ее соберет, он начнет, он зайдет в интернет, посмотрит, как это готовится, и начнет своими вот этими руками, которые он собрал еду, готовить. В холодильнику нужен интернет, чтобы говорил человек, открыть, и дверь сама по себе открывается. И еще нужен холодильник, интернет, чтобы делать холодильник холодный, теплый, горячий. Зачем нужен холодильник у интернет? Чтобы через интернет в магазин покупать еду. Холодильник мне нужен, интернет. Это интернет, чтобы еда была и не кончалась. Мы варили еду и кушали. Интернет говорит, скорее купи еду. Для мозга. Для мозга? А о чем думает холодильник? Чтобы там хранился интернет, надо положить модем, и телефон, и еще что-нибудь надо. Между прочим, удобная штука этот интернет-холодильник. Можно и рецепты найти, и продукты купить, не выходя из дома. Кстати, вы тоже, не выходя из дома, можете попасть на нашу передачу. Для этого нужно прислать нам на почту matrixsobachka.internuze.kz свои видеоответы. А наш следующий вопрос. Что такое компьютерный вирус? С вами была я, Вилана Тойшевекова. До скорой встречи! Ален, у меня есть отличная идея для открытия своего небольшого дела. Угу, серьезно? Слушай, классно. А с какой сферой оно связано? Ну, это что-то вроде онлайн-помощи для студентов. Вот только я не знаю, что из этого получится. Идея-то хорошая, но чтобы ее реализовать, нужно столько средств. Ты имеешь в виду денег, да? Ну да, бухгалтерия, сотрудники, менеджер по подбору персонала. Стоп, стоп, стоп. Мне кажется, я могу тебе в этом помочь. А на самом деле, если твоя идея действительно классная, то на всем остальном вполне можно сэкономить. Да, это как интересно. С помощью специальных сервисов для начинающих стартаперов. А подробнее смотрите в нашей постоянной рубрике «Найдена в сети». Если у вас есть гениальная бизнес-идея, которая принесет вам успех и признание, то наверняка средств на ее реализацию у вас совсем немного, а может и вообще нет. Мы не можем помочь вам с деньгами, зато можем рассказать о способах экономии средств при запуске собственного онлайн- или офлайн-проекта. Если вы начинаете с нуля, то в первую очередь вам понадобятся советы и оценка более опытных коллег. И для этого не обязательно проходить платный бизнес-курс. Зарегистрируйтесь на spark.ru – технологической тусовке стартапов. Здесь тусуется множество новичков, представляющих самые разные бизнес-идеи. А в разделе «Лента» регулярно появляются новости о провалах и удачных решениях стартаперов. Так что вы можете черпать на этом сервисе идеи для своего проекта и учиться на чужих ошибках. Если вам нужна помощь профессионалов, на сайте работает раздел «Услуги». В нем за небольшие деньги можно найти специалистов в тех отраслях, где вы не очень сильны. Это действенный способ экономить в начале реализации бизнес-проекта. Управлять делом в одиночку практически невозможно. Не хватает знаний, опыта, да и просто времени. Вместо юридических и денежных сложностей, с которыми связан процесс найма реальной команды, вы можете воспользоваться услугами фрилансеров. На сайте weblancer.net во вкладке «Фрилансеры» вы найдете 500-страничный список специалистов в самых разных областях. Здесь вы найдете все – от администрирования до архитектуры и бухгалтерии. В профиле каждого фрилансера вы можете посмотреть его рейтинг, портфолио и почитать отзывы предыдущих работодателей. Благодаря высокой конкуренции стоимость услуг фрилансеров действительно сравнительно невелика. Учет финансов и ведение бухгалтерии на начальных этапах развития бизнеса тоже можно доверить онлайн-инструменту. К примеру, сервису finobox.ru. После регистрации вам предоставляется возможность бесплатного доступа к самым нужным и простым финансовым инструментам. Созданию списка расходов и доходов, учета активов, составления графиков. Во вкладке «Магазин приложений» вы найдете дополнительные инструменты, многие из которых доступны бесплатно. Построение диаграмм, графиков, выписки в формате PDF. Еще больше бесплатных онлайн-сервисов, помощь стартаперам и начинающим бизнесменам вы найдете на нашем сайте matrix-defici.tv. А если у вас есть вопросы, комментарии или дополнения, присылайте их нам на почту matrix-sobachka-internews.kyz. У нас на этом все. Если что-то не поняли или не записали, ищите на сайте matrix-defici.tv. Следующий выпуск программы ровно через неделю. С вами был Венир Даутов и Алена Цихоцкая. Пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»